Друзья, всем привет! Решил сделать новую рубрику на своем YouTube-канале. Мы будем беседовать с разными людьми про их машины. Первый гость, я решил взять интервью у Нурсултана АК Центра Астана. Это паблик в Астане местный. Поэтому давайте с ним поговорим, посмотрим его видение в целом про машины. И посмотрим, какая у него машина, какую он машину выбрал и какую планирует. Мы найдем Нурсултана сегодня в Espresso Day. Он здесь, судя по всему, работает. Вон, вроде бы, его машина. Но мы заходить не будем, потому что я вижу его в машине, как он сидит в машине и ждет меня. Давайте поближе подойдем к нему, посмотрим, как он работает уже в самой машине. Видите, ждет меня сразу же. Вот так вот работает Астана Центра. Вот так именно пилится в ноги контент у Нурсултана. В этом вся и прелесть. У нас, кстати, импровизация с Нурсултаном. Как дела? Супер. Итак, мы подключили микрофон к Нурсултану. Нурсултан, как дела? Хорошо. Так, рассказывай про свою машину знаменитую. Номер показываем, не показываем? Не знаю. Ты таришься, не таришься? Не особо, ну ладно, не надо. Не надо, хорошо. У нас полная импровизация, и Нурсултан уже боится хейтеров. Ну, у меня такой лайф-контент, по сути, да, без всякого гламура я Нурсултана предупредил. Ну, поэтому сейчас, кстати, Эспрессо Дэй пришлось из-за тебя пререкламировать. Сказал, что ты меня там ждешь, смотрю. Ты ждешь меня, оказывается, в машине. Так что интеграция тоже включена уже, получается, да? Так, рассказывай про свою машину, где ты ее купил, когда приобрел, почему, на чем ездил? Вообще, это твоя первая машина. Первая машина Mercedes C280. Это 97-го года машина, она была в комплектации Elegance, классная тачка. Скучаешь по ней? Нет, я на ней почти что не ездил, вообще почти не ездил на ней. Потом я уехал учиться, и ее там родственникам отдали, она ушла, короче. Но она в семье была долго, буквально ее только 3-4 года назад. Тебе ее подарили или санк? Да, она мне почти все машины папа покупал. Это тоже, да? Это вообще папа покупал, да? Не будем, да, спрашивай, где папа твой работает, все знают, по-моему. У меня папа уже, его нет, к сожалению. Ладно, сори. Вырежем, да, кое-что? Да нет, можно не вырежать. Я просто обламываю твой видос специально, чтобы все в печаль сводили. Слушай, а ты когда-нибудь был за рулем праворульной машины? Да, был, был. Диамант Митсубиси. У меня тоже, кстати, Диамант был. Мне понравилось, если честно. Супер мягкая, классная тачка. Это единственная праворульная, на которую я ездил. Она и до сих пор симпатично бы выглядела, потому что их живых не осталось. Заметил, да, вообще? Раньше Диамантов дофига было. А почему пересел с Диаманта на другую машину, на праворульную? Я не сидел, в смысле, просто прокатился. А, прокатился? А, у тебя была прям Диаманта? Прям ездил, да. А, нифига. У меня у взятия Диаманта. Но мне пришлось ездить в то время. Ты знаешь, у меня положительный опыт. Я, если честно, хотел бы, чтобы праворульные вернулись. А как ты относишься к этому? В Казахстане нужны праворульные машины на данный момент? Нет. Из-за аварийности, да? И прочего и так далее. Но все равно они же есть, да? Ну, это крутые тачки. Все праворульные, они кайфовые. Они там опережают современные машины на несколько лет. Итак, вернемся к твоей машине. Видите, она не мыта, я сразу сказал. Я вчера ее мыл на самомойке. Да? Да. Здорово. Ты сколько на ней уже? Ну, где-то года четыре, наверное. Это RAV4 у нас какого года? Это шестнадцатого года. Ее новые брали. Toyota City. Это еще, причем, не россиянин, это японец. Японец? Да. Ты брал не в салоне, да, получается? Toyota City ее взяли. Toyota City? Да, да, да. Это там на Туране? Да, да, да. Только открылся, короче, Toyota City. И это вот, как раз тогда вышла модель вот эта. И пришли, короче, японцы пустые и россияне. Им вот мы японцы купили. Он за 9 миллионов тогда его купил. Сейчас ты во сколько оцениваешь эту машину? Сейчас она где-то миллионов 12 примерно стоит. Какого года это у тебя тачка? 2016. 2016. Ну, ее брали в ноябре 2016-го, да. Пробег у тебя зверский. 83 тысячи. Блин, маленький, если честно, пробег. Ну, да. Мне кажется, должен был больше. Мне кажется, ты больше ездишь, чем, допустим, я. С утра туда-сюда, в кофе и так далее. Я, допустим, машину в прошлом году, а, позапрошлом взял. 35 был пробег, сейчас 70 у меня. Я за два года 35 с лишним или сколько там, за полтора года. Не знаю. Как-то ты, ну ты не часто за гор. Перекручиваю. Предпродажная подготовка, да. Давай с плюсов машины. Что нравится в этом RAV4? Простая пипец просто вообще. Чфу-чфу, здесь ничего не ломалось. Просто масло меняешь. В коробке вот. А, я недавно только узнал, где-то пару лет назад, что здесь вариатор. Я думал, это автомат, здесь вариатор. Ну, вариатор тойотский хороший. Так, импровизация продолжается. Посмотрим, что у тебя в багажнике. Да, давай. Да, давай, открывай багажник. Посмотрим, что у тебя там. Так, номер Тари. Не показывай. Да, можно показать. Насрать, конечно. А у меня наклейка есть. Наклейка Астана Центра. Да, год уже почти. Не, не год. Больше полугода. Так, смотрим, что у тебя здесь. Так, здесь у меня тут эта химчистка сестра должна была завести. Ага. Вот эту я после тренировок полотенце вешаю. Так, кикбоксер у нас. Интеграцию, да, можно сделать, по сути. Да. Тут что-то лежит, короче. Это тоже твоя сумка, да? Да, это сумка, это просто сушиться вешаю, чтобы она не завонялась. Ага. Вот. Что тут еще? Что еще? Тут пространство. Это зарядка же, по-моему, для аккумулятора? Нет, это колеса подкачивают. А, колеса подкачивают. Подкачивают. Аптечка есть, да? Аптечка, огнетушитель. Огнетушитель проверял? Ну, вроде свежий. Сколько ему? Хрен его знает. Не, ни хера он не свежий. Рустам подогнал с Автолэнда. Это какая-то херня в двигатель, короче. Полезная. Не разобрался, просто принял. Что-то полезное. Здесь вещи сестры, да, получается? Да, вещи. Потом это так, плед просто валяется на всякий случай. Романтик, да, судя по всему? Нет, детям греться, если дать зимой. Вот детское кресло. Молодец. Вот, потом сетка. Сетка, кстати, красивая, да, интересное решение? Ну, я вообще не пользуюсь. Да. Вообще, когда ты вот едешь, бывает, что гремит сзади? Вот, мне иногда такие машины, вот, кроссоверы шумит иногда. Вообще ничего гремит. Так, посмотрим сзади, все. Слушай, сзади просторно. Да, да. Попахивает? Чем? Этим. У меня, короче... Попахивает вонючка вот эта, есть же, арматы? Я после одной мойки, короче, что-то намочили, и, короче, пахнет каким-то потняком или шуашем. Да? Я вот не могу понять. Ну, мне тут по-любому химчисть уже требуется. Дети ушатывают постоянно. Они здесь стоят ногами, да, у тебя? Смотри, он весь там вытирает. Прям сюда? Ну, это бывает, у меня просто дочка совсем несколько, три года, но она до этого тоже все... Слушай, а почему не возьмешь чехлы? Чехлы для лохов. Не знаю. Чехлы, все-таки, защищают. Четкие пацаны просто делают химчисть. Ну, я ни разу здесь не учусь. Сзади зарядки нету, да? А, есть этот. Прикуривайте, по-моему, у тебя сзади. Нету прикуривайте. Есть. По-моему, есть. А, есть, да. Есть у тебя, прикинь. Так, садимся вперед. По дизайну, по интерьеру. Плюсы, минусы. Японский магнитофон. Японский. Ну, не знаю. Кстати, почему не возьмешь этот Android? А, я и так отвлекаюсь постоянно. Нахер мне еще на YouTube отвлекаться. Не, ну, там можно хотя бы... Если мне предложат по бартеру, я соглашусь. Ты не предложил просто, да, по бартеру. Куча людей предлагают. Мне кто-то предлагал, но я просто не люблю в холодную тонко писать. Да. Так, селки-челки. Вот, я этот. Типа такой здесь. Возничье? Да. Зажрался. Зажрался. Так, рассказывай, что здесь хорошо, что плохо. Ну, прикольно. Блютуз работает, звук, ну, пойдет. Через блютуз слушаешь музыку получается? Диски слушаешь? Диски нет. Да, нет. Диски не слушаю. Так, регистратор помогает? Да, все равно регистратор. В общем, с двух сторон причем. Ага, записывает в салоне, да, звук и так далее? И на улицу, да, еще сзади. А были моменты, когда он тебе помог в каком-то случае? Тьфу-тьфу. Нет. Нет, да? Пусть дальше так и будет. За сколько, кстати, взял? В Каспии, да, наверное? Не знаю. Это, короче... Это, короче... Это в двадцатом году мне сестра покупала. Она вот тоже за 50. Тогда сестра ездила на этой машине. Она за 50, ну, за 70 покупала. Он там с приложением такой прикольный, выгружает все. Слушай, мне кажется, здесь печка мощная. Ну, это в Toyota, в Toyota все такие печки. Шумка. Тебе нравится? Шумка здесь? Шумоизоляция? Или есть? На трассе. Или хотелось бы все-таки улучшить? Не, ну, конечно, хотелось бы, потому что я раньше на всяких немцах ездил, прикольнее было. Ну, в принципе, нравится. Только беспонтово, что здесь вот, когда в трассу едешь, этого, круиза нету. А, круиз-контроля? Да, круиза нету, ты постоянно педаль, короче, держишь. Понятно. Вот, это сложновато. Масло какое заливаешь? Масло, ту-ту-ту, что там было? Ну, последний раз было, типа Toyota. Вот. Сервис как у тебя, нормально в обслуживании в целом? Не затратное? Не, вообще. Нормально. Ну, да, вот, стандартно, вот, как сейчас, сколько стоит? Тысяча тридцать, понимаете, масло, фильтры, примерно такие стоят. Сигналка есть, давайте я смотрю, у Starline стоит? Да, Starline. Башни нету, да, но это такая базовая, да, по сути, комплектация? Да, это базовая, да. В целом, нормально. А, у меня еще есть билет-фары мне поставили, пацаны. Билет, это что? Лет-фары, короче. Это легально вообще? Да, легально. Надеюсь. Не, ну, вроде легально. Но они светят класс, потому что до этого галогенки были. Они год назад предложили поставить, поставили. В целом, планируешь дальше на Мьези? Ну, я думаю. Но продавать-то я точно не буду, если, пусть, взять что-нибудь. Вот утром только думал, сидел, мы с Арманом обсуждали. Сейчас же эти Unitee подешевели. Да. Вот Unitee классно. Хотя, конечно, типа, ну, пародия на Каен, ну, похер, короче, она комфортная, или, ну, Unitee, блин, низкая тачка. Вот Unitee прикольно, потому что он стоит дешево. Tank 300, классная тачка. Они сейчас тоже, да, со скидкой стоят? Да, они тоже скидки. Вот. А Riza 8, как тебе? Не, я, если брать, то только что-нибудь повыше. Кроссовер, да? Кроссовер или джип какой-нибудь, да. Ну, Unitee классная машина. А, еще, знаешь, что, я бы, блин, я бы, может быть, L7 взял. L7? Если денег, да. Лисян, да, или как там? Лисян, да. А сейчас сколько стоит? 22-23 примерно. Я вчера заходил в MyCar, и у них Zikr 001, там пробег 150, вот так вот, километров, стоит 22 миллиона. Да. Ну, подешевели, получается. Ну, L7 прикольно, что, типа, там, бензин, да, ты не паришься, короче. Мне кажется, тоже, вот, гибриды, в целом, направление правильное, да? Да, только там, единственное, что, это, зарядка маленькая, 70 киловатт или 60 киловатт, короче, батарея, ну, объем батареи маленький, и оно там вообще. Ну, кажется, все равно еще пока рановато, наверное, гибриды все-таки, хотя тачки классные, я вот очку, я бы, наверное, там, ну, мне вот этот нравится, знаешь, что, я вот брал на тест-драйв, Hyundai Santa Fe. Не вот этот квадратик новый, который, а вот он такая оптимальная, короче, классная тачка, там еще такая, ну, там, консоль такая удобная, все под рукой, но она, кажется, выглядит по-дедовски уже, короче, немного устоевшая, ну, такая комфортная, прикольная. Ну, Santa Fe смотрится еще нормально. Ну, более-менее, да. Которую даже не завезли, вот, да, предыдущая, да, да. Она прикольная, там еще есть версия с 3.5, это вообще, ну, это кайф будет, 3.5. Ну, и вот у меня так, как мысли разные, короче, есть, ну, вот однозначно нету такой тачки, которую я хочу, ну, если я хочу какую-то тачку, вот пипец дорого стоит, там, ну. Мерс или Б куда хочешь? Допустим, там, Range Rover Sport новый, короче, или, или просто Range Rover, или. Так, здесь вижу, сделаем ссылку на донаты тебе на Range Rover. Да, или этот, или, а, X7, мне вот X7 нравится. X7, это что у нас? BMW, 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 BMW X7, вот, особенно вот эта новая модель, но мне как-то мне нравится, я бы взял. А электроколор взял бы, вообще? Ну, есть, только бесплатно. Только бесплатно. Да, ну, пока весит, инфраструктура нормальная нет. Кстати, как тебе Ionic? Ооо, блин! Ты же тестировал же Ionic, короче. Я тестировал Ionic, и вот Нурсултан тоже тестировал Ionic. Короче, она внутри, она внутри, как маршрутка какая-то. И про салон? Да. Ты про вот это пространство, да, внизу? Да, то есть у меня RAV4, типа, стильнее еще выглядит. Ну, экран, экраны, там, нормальные, короче. Снаружи она вообще охрененно просто выглядит. Это, типа, знаешь, как эти, как раньше фильмы про будущее же были. Там, Судья Дредд, что-нибудь такое, короче, что-то вот такое киберпанковское похоже. И диски, и у него еще такой покрас был, вот этот, у дилера, короче, тэж драйвовская, синяя полоска. Как будто новая патрулька, и все-таки ты едешь, ты просто все взгляды собираешь. Потому что она еще, электрички же этот звук издают, который... Космический поход, да, вот космический. Офигенная тачка, стартует с места там вообще нереально. Мне она очень понравилась. Несмотря на то, что она ни хрена не практичная, в том плане, что она тогда стоила 20, сколько, 3 мульта? 29, 29, сейчас она стоит... Сейчас она 19, 900. Мне кажется, еще будет скидки, да. Охрененно выглядит красиво, стартует офигенно, но, опять же, просто по приколу покататься. Ну, я бы, блин, ну кто бы в здравом смысле ее бы взял. Блин, ну мне она понравилась в целом. Вот ее дизайн вообще внутри. Шикарно, да? Мне понравилась. Там вообще простота, ничего лишнего, если честно, если так посмотреть. Но там она, конечно, нету люка, нету там еще каких-то вещек. Ну, три чурнай обычный, короче, да. Но в целом мне она понравилась. У меня сын кайфанул от нее просто. Как тебе разгон ее? Спорт режим. Вешено, вешено. Я вот в восторге сам, я, если честно, тоже вот сам хвалю эту машину по поводу динамики, как она разгоняется. Она быстрее Zikra, да, кажется? Zikra вроде некоторые модели за 3 секунды до 100. Так маленькие, которые, да? Там зависит от модели, там же их тоже разные комплектации у Zikra. А вот ты же на Zikra X ездил же, если вот сравнить с Zikra X Ioniq. Ioniq быстрее стартовал. Быстрее, да? Да, ну просто в тот момент, короче, у LDR машина была. Он тогда не разобрался, как спорт режим включать. Мы на обычном комфорте стартовали. А он потом разобрался. Ну, я хрен его знаю, наверное, разобрался. Прошивку поменял, да, и все. Но в тот момент, короче, этот Ioniq быстрее показал. Он такой, прям стартовал мощь. Какие еще машины запомнились, какие нет? Ну, мне Танк 300 понравился очень сильно. А Танк 500? Танк 500 тоже понравился. Классно. Супер мягкая, комфортная тачка. Внешне просто он как-то непонятно выглядит. Какой-то вот что-то... Он непонятно или для бездорожья, или такой, да? Да, или Прада, или 200, что-то вот среднее. Но в плане комфорта он, блин, лучше любого, там, Прада, там, или 200. Комфортно у него все есть, все такое приятное. Кот. Стартует она офигенно. У него там турбина, это, по-моему, 3.5 turbo. Я на 500 еще не ездил, кстати. А ты не ездил на 500? Да. Вот там 3.5 turbo, короче, или 3.5 turbo. Пипец, классная тачка. Мне 300 понравился. Но 300, вот он, как тебе сказать, без всяких понтов. Супер комфортная машина. Большой, кстати. Он большой, он мягкий, он динамичный, он офигенный. Еще у него даже такой массажик такой простой есть. Мне знаешь, что понравилось? Он с виду вроде бы маленький, а рядом подходишь, он здоровый. Да, и самое главное, там, ничего не лагает. Ну, по крайней мере, пока что. Все нормально, потому что, допустим. Двойка turbo, если не ошибаюсь. Двойка turbo, там. Двойка turbo, да, вот, да. И он не такой дубовый, как многие китайцы же бывают. Такие дубов-черри сядешь, они все дубоватые. Чанган, вот, классный. Мне, Uniquei нравится все-таки. Вот, Uniquei, Uniquei, они такие, как европейцы, короче, машины. Uniquei сзад вообще здорового пространства. Фу, сзади это вообще диван полный. Ладно, уже получается большая рекламная интеграция. В целом, какие-то. Не, ну, какие же говорили, да. Просто именно в плане, что, типа, мы поняли в этом году, что они ни хрена не эти, как его, невентабельные. Они невентабельные, ну, они не держат цену. Потому что, считай, автосалон... Как тебе, кстати, вот это падение цен в целом? Ну, это, это значит, что китайское правительство офигенно поддерживает свой автопром, что они такие бабки субсидируют, чтобы те могли цены так уронить. Это же не просто так же дилер роняет цены, роняет же сам этот, сами представители же автокомпании. Ну, там, получается, я так понимаю, это скидывают для того, чтобы обновить стопию. То есть новые модели завести, поэтому... Ну, то есть они себе позволяют такие убытки, короче, делать. Прям пипец же, вот, допустим, особенно, Юники, он двадцатку стоил. Двадцать один или двадцать пол? Сейчас четырнадцать. Четырнадцать, ну, это же охренеть... Ну, Юниви, помнишь, на котором мы ездили? Тринадцать стоил, да. Тринадцать стоил, сейчас десять лямов. Десять лямов, даже меньше. Девятьсот. Да, девятьсот, да. А в объявлениях он по-прежнему остался. Да, я вот делал, кстати, ролик по этому поводу, что был рынок дороже. Да, вот тачка, вот Юниви, блин, вот именно за такую цену в районе десятки Юниви взять вообще нечего. У меня, кстати, подписчики купили, один купил подписчик Юниви и Юникей. О, кайфует, классная тачка. Он говорит, у меня был выбор между Элантера и Юниви. Он говорит, ну, так это насрать, короче, я буду ездить все же на Юниви. То есть он брал не с таким замахом, что типа я ее продам там через Готи, а он просто пофиг, короче, если взял кататься, ее кайфует, вроде бы нормально. Зимой чуть-чуть холодновато, но... Ну, паркинг есть, да, у него? Да, да, да. Просто там у Юниви не было зимнего пакета, насколько я помню. Да, да, подогрев, обдув был, по-моему. Подогрев руля не был, подогрев сидения нет. Обдув был, да, сидения? Обдув, по-моему, был. Было, был, да. Лобовой подогрев тоже не был. Это эмиратовские тачки, что ли, да, были? Нет, просто в Китае, нет, они для Китая. Раз, да? Вроде бы, да. Просто в Китае больше комплектации, там есть еще двойка. И еще неполная комплектация у нас была. Вроде бы, да. Потому что я, короче, рекламу у меня покупали ребята, автодом, по-моему, называется, в Экспо, который... У них другие комплектации были. Они Юнивишки полные, короче, у него с турбиной. Ну, не с турбиной, блин, с этим, со спойлером выезжающим и звук, короче, другой. Там еще кнопку нажимаешь, что-то там, короче, спорт или что-то такое, а она звук издает, как будто ламба какая-то, на полторашке. И это полторашка, по-моему, там то ли турбина помощнее, то ли что, или просто звук, короче, прикольно. А она охренительная тачка. И там сидение, короче, как, по-моему, немного другая анатомия сидения, типа ковшей, что ли. Охрененная, короче, тачка. Но она без гарантии есть проблемы. То есть на свой страх и риск люди, получается, покупают здесь, что-то заказывают и так далее. Да, потому что все равно прогоны бывают, у них же электроники дофига. Там что-то говорили, я слышал, что с мультимедией, короче, бывают загоны, что там надо клеммы сбрасывать. Прошивки какие-то, что-то. Ну, это современное. Ну, решаемое, да. Да, допустим, тут-то все просто, а у них все электроника. Причем это, там же любят обосрать китайцев. Да, на бумерах или там, везде это точно такая же херня. Просто все уже привыкли, что это норма. Знаешь, я в свое время намучился с машиной Nissan. У меня был Nissan Bluebird Silphi. А, Bluebird? Bluebird Silphi, получается. Я вот с ней намучился. Но она была прикольная в целом. Nissan дорогая, сложная тачка. Ну, она простая, как Almera Classic, по сути. У меня там, какого-то, 2005 или 2003 года была машина. Я на ней поездил, но неплохо, в принципе. Но потом уже начала меня беспокоить в плане сервиса и так далее. В целом, такая нормальная эконом-машинка. Он, кстати, там 500 едет. Все больше и больше вижу. Как тебе Kia модельный ряд? Kia, прикольная тачка. Тебя еще часто можно увидеть на Infinity, да? Можно. Да? Да. Infinity как тебе в целом? О-о-о. Блин, ну, этот. Я на 55-ке ездил, в QX55. Офигенная тачка, быстрая, дерзкая, классная. Но больше всего эмоций мне QX80 принес. QX80. Это флагман, да, у них получается? Да, это флагман. Они в этом году, по-моему, новый будет выходить. Это будет называться по-другому. Signature, по-моему, или как это называется. Он охренел, он будет как трехсотка, короче. Там уже будет 3.5 битурбо, короче. Ну, бешеная тачка будет, я уверен. Но эта 80-ка, это же, вот считай, модель какого? Десятого года. Изначально кузов там 10-го и по 2.9-го. Он кашалот, короче, там 5.6. Ну, он офигеть. Вот, допустим, если его сравнивать с крузаком, крузак это, его вот так болтает, его там перевернуть 5 секунд. Эта машина, ну, это просто нереально. То есть ты на ней, когда газу даешь, ты как будто на легковушке, короче. Она быстро дает. Турбоямы вот этой нет, потому что это атмосферный двигатель мощный. Звук бешеный, эмоции машина дает бешеные. Потом, мне раньше QX80 не нравились, потому что фары были как у этого, как дельфин какой-то или красотка. А сейчас они такие, ну, они рестайлинг сделали в 19-м году. И он выглядит охренительно. Особенно вот ему белый цвет офигенно идет. Ну, и черный тоже круто смотрится. И тачка, она нифига никакой логике не поддается. Ну, в смысле, она, она, ну, она стоит для такой крутой тачки недорого. Она в районе 40, так, короче, стоит. В районе 40-40 минут. Здоровая машина, три ряда сидений. Они в самом последнем обновлении, в 22-м году было обновление, они добавили CarPlay. Тут мультимедиа, по-моему, такая простая мультимедиа. Звук хороший. Там, по-моему, Боу стоит, кажется. Звук хороший. Ну, приборка старая, из 2010-х. Потом много жалуются, что там, что-то, какие-то проблемы бывают. У кого-то, короче, движки на капремонт улетают, короче, прикиньте. Ничего себе. Тут же и Nissan, Infiniti все равно один, но это машина чисто для фанов патрола. И вот я вот у ребят спрашивал, у них чаще всего покупают QX80. У них флагман, прикиньте, дорогой забирает. А, ну, там, QX55 и 50-ки уже поменьше берут. Потому что люди, ну, любят такую хрень. И она, ну, реально, она прикольнее, чем Крузак. Она эмоции... Ну, Крузак, понятно. Ты на Крузаке ездил? Ну, да. На 300-м новом. На 300-м? На 300-м, как пассажир ездил. Да. Я за рулем не ездил. Понятно. На 300-м, говорят, он сбитый уже более. Ну, внешне, вот, допустим, блин, не знаю, QX80. Слушай, Camry сейчас переоцененная машина или нет? Camry, но они в реальности их вернули. По цене, да? Как тебе Sonata, Elantra, K5, вот эти машинки корейские? Ну, Sonata, новая Sonata. Она красивее, ну, самые новые Camry, которые еще не вышли. И вот эти тоненькие фары. Она уже на это, кстати, пришла. Я уже тестировал ее, да? Вот, надо попросить за тестирование. Классная. Мне понравилась она. Выглядит она. Особенно новая. Кробокоп. Вообще охрененно выглядит. Я бы даже сказал, такую еще в полной комплектации, черную какую-нибудь. Там у них не черная полная комплектация, не тестировала. У них серебристый, цвет красивый, там, короче, металл. Вот Sonata, я бы взял бы Sonata, чем новую Camry. Ее какой-то уродец. Новую Camry? Она ее не виз смахивает, что ли? Ну, ее, да. Перед какой-то странной ножкой. Вообще непонятно. Ну, надо посмотреть, если сюда заглянет. Но, в целом, мне кажется, или я просто привык к 75-му Camry и так далее дизайну. Ну, наверное, да. Слушай, какие бренды ты похоронишь в этом или в следующем году? Автомобильные бренды, которые уйдут с Казахстана. Твои прогнозы? Уйдут? Да. Или уходят, или слабые. Давай так вот. Не будем сразу в абсолют делать. Ну, мне кажется, Амода долго не продержит. Амода. Хрен, беспонтовая. Ага. Вот. Ну, это до того, пока они не купили рекламу. Ну, у них реально что-то, что-то, короче, у них дела хреновые идут, кажется. Они у тебя брали, да, рекламу? Нет, не брали. Не брали. Теперь не возьмут, да? Да, не странная вещь. Амода, ну, хотя... Ты ездил, тестировал Амоду? Там получается S5, C5? Я не тестил. Я просто это сидел внутри и видел. И потом люди столько жаловались на меня. Хотя, ну, обычная машина. Ну, просто что-то, 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 короче, она так себе. Потом, ну, они не уйдут, наверное, потому что их субсидируют, короче. Ну, и они доступны по цене, да? Там 7 лямов, если не ошибаюсь. Они сейчас скинули. Избавляются, да. Еще какие? Давайте я напомню, Рено есть у нас. А, ну, Рено, да, из-за того, что в России заводы закрыли. Хотя я на днях видел рекламу Рено, ну, рекламирует кроссовер какой-то на КС, забыл название. Ну, они еще где-то что-то рекламируют, но все равно слабые позиции у них. Ну, да, то есть у них самого главного завода нет. А из китайцев, как ты думаешь, кто уйдет с рынка? Есть какие-то? Да никто не уйдет. Амода? Мне кажется, не, но она и то не уйдет. Как тебе Джаеку? Джаеку, да? Джаеку. Что-то непонятно вообще. Ты смотрел, видел вообще его машинку? Нет, я не видел, не трогал. Ее что-то там с рейнджровером. Ну, это же одна контора с Амодой, да, по-моему? Ну, что-то непонятно. Это Астер. Вот все, знаешь, что ждут? Все ждут Гака. Гак уже есть. В Астане есть как? Есть уже, да. 55-й что ли, что-то такое. И его тоже Астер, кстати. И вот же самое жесткое, что будет, кажется, это Bill Your Dreams. BID. Да, вот кажется, что-то вот BID, кажется. Ну, как они же там уже круче Тесла типа считаются. Ну, это номер один по продажам в Китае, в целом. Ну, у нас их прям не так много, да, в городе? У нас не так много, пока что нет. Но в Узбекистане их больше. И причем они разные модели, такие есть и крутые, и попроще, короче. Короче, BID в приоритет, да, стрельнет? И какая-то говорила еще тоже. BID стрельнет. Ну, Ли будет стрелять. Ли, да, если легально здесь зайду, да? Мне кажется, в этом году Л-7, наверное, вообще-то до хрена в городе. Потому что это самая оптимальная тачка, мне кажется, как Л-7. Гибрид. Да, гибрид. Он 22, да, говоришь сейчас? Гибрид, да, он размером как Каен, похож тоже на Каен. Ну, комфортный внутри, там экран большой, да, у них? Да. На панели вроде бы здоровый экран идет. Они суперкомфортные, супермяские. Я вот на Л-9 ездил, катался. Долгий опыт был? Нет, я проехался, там минут 23, короче, поедил. Мы вообще-то снимали, не досняли обзор. Вот, катались, прикольная, мягкая машина, классная. Зикор как тебе? Ты на Иксе ездил? На Иксе ездил прикольно. На 0.1, прикинь, не ездил ни разу. Хочется. Ну, надо прокатиться, да, посмотрите. Я, кстати, ездил чуть-чуть, ну, маленько. Как тебе? Мне понравилось. Ну, как она классная? Добротная такая, да, материалы там все добротные. Ну, ежедневная эксплуатация, я не знаю, как себя ведет 0.01 в целом, но Зикор по мне симпатичная машина. Ну, вот кажется, не знаю, вот мы подходим, видимо, к такой границе, что тачка будет просто, ну, раньше тачка это там эмоции, а сейчас тачки какие-то унифицированные все становятся. Думаешь, там, экранчик, там, руль, и все. Ну, посмотрите. Нет, допустим, сейчас иногда бывает тянет на праворульную машину все-таки, я, потому что вижу на колесах, он лик, кстати, тоже припарковался там. О, прикольно. Это седьмой, по-моему, да? Нет, девятка. Девятка. Меня сейчас тянет, бывает, на праворульные машины, я вот, мне нравится Toyota Crown, но не новые, которые там для всего рынка, а предыдущие, там, японские, которые в целом, ну, в Японии же Camry не особо закрыли продажи, они только на импорт, на экспорт, получается, да, отводят. Crown нравится в целом, потом, я вот думаю, какую-нибудь двухместную и так далее взять. Иногда, я думаю, электрокар взять. Сейчас электрокары на колесах от 11, от 7 миллионов даже есть, там, VioID какие-нибудь, там, Volkswagen. Если поищешь на колесах, в принципе, новые машины с 11 миллионов можно взять. Ну, как вторую, но не как основную. Кстати, знаешь, что, можешь к моему товарищу подъехать, Рустам его зовут, у него? У него что, сервис Автолэнд? Они, короче, взяли для эксперимента Nissan Leaf себе, бэушный. Это электричка, электричка, короче, у нее запас хода 150 км, что ли, 170 км. И они, короче, проект сейчас открыли, они хотят увеличить у нее этот ресурс, там, до 400-500 км. Сейчас она у них ездит, чисто, короче, по делам из ТВ-шки, короче, там, за, там, счета фактуры забрать, запчасти отвезти. И, короче, на морозе, говорит, ресурс, там, 90 км, 80 км, и они ее, этот, апгрейдят, короче. Можно ехать открыть. Ну, это сразу аккумулятор, да, менять хотят, да, получается? Они хотят, да, короче, как-то там кастомизировать, модернизировать, там, у них вот эти ячейки какие-то топливные. Ой, не топливные, какие-то там ячейки, что-то там какая-то хрень идет. Вот, можешь снять посмотреть. Какие автоблогеры тебе нравятся в плане смотреть их контент? Ну, припу. Подача и так далее. Давай местных, столичных. С Астаны? Да. Есть такие вот столичные, о которых я не знаю, допустим. Есть, которые не знают. Есть мой товарищ Диар зовут его. Диар. Да, он автоблогер, он, он этот, такой интересный чувак, он дофига что знает. Я ему всегда говорю, формат поменяй, говорю, что как шал снимаешь? А он как снимает сейчас? Ну, в Ютьюбе снимает, короче, и в Инстаграм тоже, но в Инстаграм берет контент горизонтальный. Я говорю, снимаем вертикальный, говорю, что там делай. Вот, если он поменяет формат, то он будет очень интересно. Но он и так интересно, то у него будут видосы прям жестко залетать. Потому что Инстаграм будет подпитывать и Ютьюб тоже. Да, да. Люди с Инстаграма будут эти. Сейчас все подкасты записывают, чтобы нарезки в Рил записать. Вот, я вот тоже там много чего наснимал, короче. Кстати, что у тебя с Ютьюбом? Ну, я, короче, в начале года прошлого начал прогулки по Астане снимать. И это забил, потому что у меня что-то с Инстаграмом начало получаться хорошо. Я туда, короче, ушел. Но все равно Ютьюб же качает же, сейчас видишь, да, иногда вообще прям? Многих Ютьюб стреляет. Я всегда, когда хавать хочу, короче, я всегда ищу что-нибудь в Ютьюбе посмотреть. Включить на фоне, смотреть, кайфовать. Подкасты фоном, да? Да, я вот, наверное, не с подкастов начну, просто продолжу, как у меня формат был. Прогулки, что-то базарить, рассказывать, общаться, короче. Так, еще столичные автоблогеры, давай не будем основной темой. Столичные автоблогеры? Диар Астана. Диар Астана. Ты с ним знаком, да? Да, да. Диар Нугманов. Так, сразу тоже предупланируем его, окей. Классный чувак, много чего знает. Так, и еще? Какие? Еще больше не знаю. А алматинских? Ну, Валихан, Диас Валихан. Он такой, ну, как блогер для взрослых. Для взрослых, серьезных, у него тут перегибов нет, он не понтуется, ничего. Не хайпует, да? Да, классный чувак такой простой. Не троя. Диас, да. Офигенный чувак. А трэш-обзоры есть какие-нибудь твои любимые, ладно, западные тогда автоблогеры? Кого-то может порекомендовать? Ну, я по инерции могу посмотреть, если интересно, вылезет Давидыч. Давидыч? Да. Что-то у него... Харизма его нравится или как? Или что именно? Подача? Ну, иногда что-то прикольно бывает. Допустим, мне так понравилось посмотреть у него обзор на Ли-Л-9, где он его с Троицем сравнивает. Вот, потом у меня сын смотрит, Карвау, мне тоже понравилось. Карвау, это самый известный автоблогер мировой, один из самых известных. Карвау, офигенный чувак, у него формат необычный, они там постоянно драгрейсинг устраивают. И он такой тоже без вот этих там воебонов, без понтов всяких, спокойно рассказывает, и ржачный чувак, британец, короче. Вот, прикольный чувак, вот Карвау вообще классно смотреть. Прикольно, надо глянуть. Окей. В целом, автоблогинг тебе нравится? Была мысль сделать отдельную страницу для машин, не вот это все мешать? Ой, нет, это ебаторий, это реально для тех, кто прям любит вот эту тему. Мне нравится с машинами связано, но отдельную страницу, вообще, я любитель, короче, знаешь, расфокусироваться. У меня куча всяких отдельных страниц там есть. Ты знаешь, у меня тоже, если честно, смотрю, некоторые делают отдельно автоблог, отдельно это. У меня что-то все в одну. Правильно, правильно. Потому что я не хочу распыляться там, мне там может это. Ты по-любому, у тебя просадка на чем-то другом начнется, это у тебя гарантия. Просадка что это значит? Ну, просаживаться начнешь. У тебя, во-первых, у тебя эмоциональный спад будет, ты не сможешь постить, короче, регулярно. А второе, короче, ну, смысла нет. Ну, допустим. Когда универсал лучше, да, чем конкретно? Универсал? Так, Сахенов, всякую херню предлагает. Ну, у меня есть. Я говорю в смысле того, что ты, допустим, размещаешь же, да, про город, там, архивы ты размещаешь. Не, ну, если у тебя, если у тебя команда есть, то базару нет, короче. Кто там, прям, контентные дели. У тебя команда планируется? Ну, я вот, пока, мобилограф есть мой племянник. Эксплатируешь детский труд, да, короче? Да, есть у меня страница Алмата-Централа, он классно качает. Я вот так немного иногда, ну, проседаю. Иногда проседаю, потому что забываешь, ну, забываешь, там, не успеваешь. Ну, это просто отдельная аудитория, потому что, если бы я это в Алмату-Вастану пихал бы, каша получилась. Потому что алматинцы никогда не подпишутся на... На столичные. Да, скажешь, фу, блин, типа, да. А так они там в своей каше варятся, им все нравится. Я там обсираю астанчан, а здесь обсираю алматинцев. Так что, нормальный. Все довольны, да, скажите? Да, ну, и то, Алмата-Централа, это уже не паблик давно, это уже как личная страница. Ну, ты уже перешел, да, на личный? Да, я перешел. Потому что у тебя раньше был логотип, а потом у тебя лицо получается. Личный бренд. Личный бренд. Но личный бренд все равно пока что в тени, в плане того, что ты не переименуешься, да? Потому что это все равно астанат-Централа, это бренд. Он останется астанат-Централа, у меня просто есть еще личная страница. Я там всякую хрень... Ты тоже бывает, ты по настроению там появляешься, то... Да, да. Потом ты что-то написал, что новый аккаунт создал. Вот я новую страницу сделал личную. Я там на один твой личный подписался, потом ты говоришь, что вот, ребята, у меня еще новая... Я вот говорю, я говорю, у меня шиза, короче, я разные аккаунты открываю, закрываю, поэтому вам не советую таким быть. На одном сконцентрируйтесь, будет круто. Да. Ну, короче, не было мысли делить все это на отдельный блог про машины и так далее. Думаю, это можно делить, только если есть команда, есть планы, как медиа стать, да, как там. Ну, у тебя же план такой же есть, стоит же? Как медиа расширить. Как медиа, конечно. Ну, так чуть-чуть есть. Я просто немного в другую сферу. Ты сейчас какую? Я, ну, дем-девом занимаюсь, разработка игр. Ну, это, в принципе, социальные сети, когда сдохнут, все там будут в играх. Сейчас приносит прибыль? Нет, ничего не приносит. Нет? Да. Оно сейчас, ну, типа, на этапе гриндинга. Гриндинга, гриндинга, гриндинга. В целом, как тебе дороги в Астане, поведение? Давай немножко культуру пообсуждаем. Что больше всего бесит в водителях Астаны? Потому что сигналят. Сигналят. Ну, меньше, чем в Алмазе, конечно, меньше сигналят. Меньше сигналят, но сигналят. Ну, в принципе, так адекватно ездят относительно. Спасибо Сергекам. Потому что если Сергеков не было, то шопа была бы полная. Вот. Камеры везде, в принципе, люди. Сейчас ты нарушаешь? Я редко. Если я не спрашиваю, у тебя нарушаешь или не нарушаешь, я тебя спрашиваю. Редко, редко, редко нарушаю. Ну, вот я, короче, до этого, прикинь, вообще 4 года гаишники не останавливали и штрафов даже не было. А вот последние 3 месяца, короче, я раз, меня прям за парковку оформил гаишник, хотя знака не было, там знак стоит, я потом поставил, там знака нету, оказывается, это жесть. Короче, он меня обманул. Потом еще час. За парковку, потом приходило два раза штрафы за неоплаченную парковку, хотя я оплачивал. С парковочным пространством, там, разбираться долго, короче, за какие-то там, 5 тысячи деньги. Вот. И за скорость мне прилетало, два раза прилетало за скорость. Когда в зону попадаешь, 40, тупишь, короче, забываешь, да? Да, забываешь. Именно у меня в зонах 40, ну, и один раз там было в зоне 80. В целом, ты за выделенный полос автобусом или нет? Конечно, конечно. Чтобы они были, чтобы... На автобусе куда последний раз ездил? На автобусе, наверное, в 22-м году. В 22-м году? Да, да, да. Давно, да, получается? Да, давно. Включаешь по автобусу? По автобусу? Бывает тяга прокатиться на автобусе? Ну, я вот в 21-м году без машины был. Я с 21-го года с сентября по 22-й год, короче, я на автобусе двигался. Ну, нормально, ну, конечно, тебя беспонтово чувствуешь. Настроение какое-то улили, там, беспонтовое. В смысле, там депрессняк, да? Да, улили, лица печальные, загруженные какие-то. А не было желания сделать контент в автобусе, подходить с людьми? Ну, Астана покажет и так делает. Да. Ну, у тебя не было такого желания? Нет? У меня вообще вопросы, что-то, да. Я делал, короче, в 22-м году, в 23-м году на улице просто на республике решил там поспрашивать. Когда просто шел, говорю, а вы знаете, что было в этом здании? Ну, вот, кринжанул, короче, ну, в плане, что там было, расскажи. Нет, мы шли по республике и говорили, вот там это находилось, там фламинго, кафе, там то. Я людям говорю, а вы знаете, что здесь находилось? Они говорят, может, да иди в жопу, короче, или как-то я не знаю. Ну, это же тоже контент? Ну, я немного, короче, я понял, что это не мое. Ты сам, да, депрессионал, короче? Да, я понял, просто, что это не мое, что есть ребята, которые там снимают контент, интервьюшки, такое уличное интервью, опросы, еще что-то. Но это не твое, да. Да, я понял, что вот самое главное, там, когда ты на путь становишься, введение страницы личной, не смотри, как у других. Вот это, я, когда вот страницу «Централ» открывал, я специально ни на такие паблики не смотрел, просто делаю, говорю, о, у вас как у этого, у вас какой-то, да, в жопу, короче, как. Я свою, и ты в депрессии не попадаешь никакие, потому что все-таки, когда ты копируешь, ты неестественный становишься. А когда у тебя саму в голову прет, давай вот это сделаем, то ты свою душу, короче, не продаешь, и тебе легче так. Понятно. Так, чтобы слишком долгим не был этот ролик, вообще видео, такие вопросы, какой у тебя водительский стаж? Водительский стаж, сейчас тебе скажу, 16 лет. 16 лет. 13 класс. У тебя категория? Б? Б? Одна только, да? В целом, планы по машине пока что нету, да, продавать и так далее? Ну, таких прям больших планов нет, я вначале сейчас бы квартиру бы, переехал бы. Ты на расширение, да, получается? Да, да, да. Куда-нибудь бы нормальное место. Короче, ребята, RAV4 хорошая машина, человек доволен, ездит, думает уже о квартире. В целом, смотрите, даже по Bluetooth просто пользуется, вполне довольный. Да, классно. Радио не слушаю, Bluetooth слушаю. Все, спасибо тебе большое, было интересно, вот как раз 40 минут. Пожалуйста. Классно побеседовали вообще, 40 минут, жесть, да? К Сакенов говорил, 30 минут, сейчас успеем. Да, поэтому не успели, ну, посмотрим. Вообще, в целом, интересный формат, по мне кажется. Ну, охрененный формат. Разговаривать вот так вот. Почему я раньше не начал, да? Лично Сакенов этот весь не обережает, бесит от меня, вырубает. Нельзя говорить слово бесит. Нервирует. Да, нервирует, вечно там. В сторисах домогает. Контент в плавках хочет. Универсалом предлагает стать. Всякую свою херню. Но ты же универсал, по сути же, про город пишешь, про машины, про заведения. Я про это, видишь, ты про другое. Я приличный блогер, ты неприличный. Вот здесь даже чехла нет, да, на руль? Да, скоро, да. Странно, это удивительно, если честно. Кстати, неплохо держится еще. Скоро придется, да, на реставрацию сдать. Ну, после реставрации вообще ханя на будущее. Часно материшься на тех, кто тупит на дороге? Ну, сейчас стало намного меньше. То есть уже постарел, да, можно сказать? Нет. А тут дело в том, что... Ну, спокойнее относишься к ошибкам других. Короче, знаешь, что? Тут самое беспонтанное, что, короче, когда ты начинаешь на кого-то злиться, начинается цепная реакция. Все начинают вокруг тупить и вокруг задница происходит. Когда тебе кто-то подрезал, ты спокойно, типа, а, типа, баран, ладно, короче. И там, поугарал, и у тебя все нормально проходит. А если ты злишься, начинаешь сигнал... То весь день, да, на смарку идешь? Да, весь день. И я вот сейчас заметил, люди... Карма, да, это какая-то? Карма, ну, реально, ты вот, тебя спрашивают, а какой ты сегодня? А какой для тебя мир? И когда ты вот, ну, вот эта эзотерическая хрень уже, когда ты вот выбираешь, типа, да, в жопу, короче, я еще и буду размениться на какую-то фигню, и классно. Но на дорогах я вот просто в последнее время свидетель того, как на дорогах люди выходят, друг с другом, начинают цепляться, потом Сергей видят, что там камеры, и он такие... Короче, в машину за это все выезжает. Спокойно. Да, и обосравшиеся уезжают. Вот, спасибо Сергейку, спасибо большому брату. Пусть у нас все будет, как в Китае, блин, социальный рейтинг, то, все. Пусть будет цифровой концлагерь. Так, и пожелания водителям Астаны? Вообще, гостям города, те, кто заезжает сюда на машину. Вот, всем водителям это, этот, Сабр, терпение, вот. Кстати, можно сзади, да, наклейку сделать, Сабр, да? Да. В тему будет, продавать вот. Реально, Сабр, да, сзади на машине. Да, успоко, ну, типа, ну, take it, take it easy, реклама take it easy. Relax. Да, ну, реально, просто, это вообще ни того не стоит. Жизнь короткая, и размениваться на какую-то хрень, ну, нафиг, будьте проще. Все. С вами были Ерлан Сакена и... Нурсултан. Нурсултан АК Астана Центра. Подписывайтесь на Нурсултана. Спасибо. Welcome.